Всем привет, друзья! С вами AmwayDV21, и стало известно, что на супертест завезли некоторые изменения. И в особенности, что важно для нашего сегодняшнего видео, как вы поняли, заголовка, это изменение мауса, которое можно однозначно назвать ухудшением характеристик, или говоря простым языком, мауса собираются нерфи. И в этом видео я хочу выразить свое мнение на этот счет, взвесить все, постараться очень объективно. Я тут подготовился, выписал себе массу всякой инфы, чтобы вообще вот ни разу, нигде не сложать, не ошибиться. Итак, что будет с маусом в ближайших патчах? Ему обрежут 200 хп, было 3 200, станет 3000, добавят 1,3 секунды к времени перезарядки, было 12 секунд, на 1 снаряд станет 13,3. Таким образом, урон в минуту у танка уменьшится с 2450 до 2210. И последнее, у мауса днище было внезапно больше, чем броня в некоторых его других местах во лбу, 250 мм. Это был баг, разработчики давно это признают, и давно хотели уже это пофиксить. Его сделают 50 мм, как у большинства танков. То есть, ну, это было реально смешно. Вот маус где-нибудь случайно завалился на бок и лежит к тебе днищем. Ты думаешь, ха-ха, господи, иди ко мне, сладкий, пытаешься его пробить ББшкой, и она рикошетит. Вот для меня однажды это был реально шок. Итого, короче говоря, если все эти изменения разложить как бы по приоритетности и по, ну, скажем, по шокированию у нас, то, наверное, ну, бронированное днище, это причем не нижний бронелист, это именно днище. Хрен с ним. Наверное, правильно. Момент, правда, такой, что его теперь будут всякие там Type 5 Heavy стрелять под днище танка и наносить ему чуть больше урон, чем раньше. Но это, я думаю, настолько частный случай, настолько не... Ну, что может быть проще выстрелить маусу в лоб башни и так выбить там 600 хп или 500, наверное, это не сильно будет иметь большое значение. Как и 200 хп. 3200 или 3000 это, ну, все равно дохрена, будем честны, это очень много хп. То есть 200 хп для мауса это даже не из процентов. Это, наверное, тоже можно особо не считать. И остается только время перезарядки. То есть уменьшение огневой мощи это и есть самый большой, значительный в будущих патчах нерв мауса, вокруг которого мы сегодня, в общем-то, и соберемся и поговорим. С одной стороны, постоянно хочется ставить на такую позицию, ну, типа капризного ребенка, и сказать, да вы офигели что ли, вечно нерфить. С одной стороны. А с другой стороны, вот ты играешь, допустим, не на маусе, а на чем-нибудь любом другом. Допустим, на какой-нибудь СТшке, на какой-нибудь ПТшке, на какой-нибудь там любой другой дичи и не обязательно 10 уровня, ты встречаешь против себя мауса и понимаешь, что ты практически ничего ему не сделаешь. Ну, допустим, каким-то хреном голдой пару раз его там пробьешь. На какой-нибудь обычной восьмерке, ну, ИС-3, например, возьмем. Он может в нижний бронелист попасть, голдой пробить. Или внезапно, каким-то образом, щеку голдой пробить, если вылетит экстра большое пробитие. Или зайти в борт. Но 3000 хп ты никак у мауса не убьешь. В любом случае, он по тебе проедет, как не поверни. И эти ситуации сейчас не редки. У нас матчмейкер не учитывает типы танков в балансере в разных командах. У одной команды могут быть одни эстехи, у другой одни маусы. Если карта городская, дай догадаюсь, кто выиграет. То есть, тут на берегу все ясно. Какие бы ни были там эти эстехи, маусы их, ну, тупо разминают, потому что у них много хп. Много хп, брони и огневая мощь очень высока. Даже больше могу сказать, и многие отмечают в комментах, мол, да понерфите вы уже нахрен эту имбу. Он реально задрал. То есть, и вот с такой стороны тоже нужно на эту проблему взглянуть. Еще раз, с одной стороны, да вы офигели, вы нерфите мой любимый танк, только начал качать. А с другой стороны, я другие танки не хочу качать, потому что эта имба убивает все. Что вот из этого, по вашему мнению, более правильная позиция? Что более взвешенная? Наверное, более взвешенная позиция это какие-то цифры, статистика. Это основа какого-то рассуждения, опора, которая, ну, не зависит от какого-то конкретного человека, от мнения. Это факт. Если глянуть на эту статистику, то вот представьте, за все время сбора, пусть не официальной, но тоже статистики по боям на Маусе, они намерили за много-много-много лет сбора этой статистики 95 миллионов боев на Маусе. За эти миллионы боев Маус выигрывал в 51,45% случаев. То есть, больше половины этих боев Маус выигрывал. Он раньше, короче, не был совсем соснулым. По геймплею, возможно, да, но по винрейту нет. И 370 тысяч игроков соврать не дадут. Они выкачали Мауса и на нем эти миллионы боев накатывали. Короче, еще раз. 51,5% был раньше винрейт. За последний месяц. С учетом последних изменений в Маусе, которые были сделаны, напоминаю, 4 месяца назад, за последний месяц винрейт у Мауса стал 55,7%. Почти 56%. Чтобы вы понимали, это топ-1 среди прокачиваемых танков тяжелых и десятого уровня. То есть, Маус, ну, действительно имба. Это не для красного словца, типа, хайповый заголовочек, типа, ну, посмеемся и над Маусом, как бы, знаешь, его подтрунем, типа, ха-ха, Маус, имба. Звучит, как будто каламбур какой-то. Нет, это реальность. Это сегодняшняя реальность. Матчмейкер, который не учитывает баланс тяжей, вот таких сверхтяжелых танков в команде, приводит к тому, что Маус выигрывает еще чаще, чем раньше. Напоминаю, было 51,5% стало 56 практически. Колоссальная разница. И раз уж сели, давайте вспомним, что было с этим Маусом сделано 4 месяца назад в патче 9.17.1. Ему, кстати, к тем же, к 3000 хп, которые были, накинули 200, которые, опять же, обратно отнимают. То есть, по факту, у нас на выходе 0, с учетом этих изменений. Далее, по броне бортов за гусеницами, которые под этими его маусовскими юбками большими, с 80 стало 140, лоб башни увеличился с 240 до 260 мм на 20, утолстился. Сведение с 2 и 3 стало 2,1 секунда. КДшка с 14,9 стала 12, вот та, которая сейчас есть. То есть, ее откатывают даже не до конца. Добавляют 1,3. То есть, будет 13,3, а не 14,9, как раньше. То есть, его не убивают хуже, чем был. Немножко назад. И точность у него тоже в том патче улучшилась с 0,38 до 0,36. И получил Маус еще дофига стабилизации. Уменьшился разброс от поворота ходовой, от поворота башни. И все эти изменения, короче, которые сделали его имбой, почти все в итоге не трогают. Уменьшают по факту хп, которое не сильно влияет на твою победу. Влияет, ну, опосредованно, прямо скажем. И в итоге увеличивают лишь время перезарядки. И то не фатально. И то не на том уровне, на котором он до этого, в принципе, был. И воевал на своем там этом винрейте 51%. То есть, суммарно, образно говоря, подытоживая все уж сказанное, Мауса не то, чтобы понерфили. Мауса чутка там где-то куснули. Он в любой момент остается бронированной имбой, которая имеет стабилизацию, позволяющую ему на ходу, или сразу после остановки с любой точностью, там, в любую даль, стрелять, попадать, пробивать. Ему не отбирают голдовые пульки. Ему не отбирают броню. Не отбирают подвижность. Не отбирают стабилизацию. Не отбирают точность. Ему ничего вообще не отбирают. Только докидывают немножко времени, чтобы подольше перезаряжался. То есть, я считаю, что Маус, шутка ли, ну, и останется имбой, если что. И с этими новыми параметрами. То есть, моя логика говорит о том, что, ну, это незначительный нерв. Не знаю, правда, зачем он, но, может быть, это реально осторожные поступки, чтобы целевая аудитория не взорвалась в какой-то там атомной бомбой от всего этого. Может быть, и в этом направлении разработчики пытаются работать. То есть, немножко отпилить, но не так, чтобы там все перевозмущались. В конечном счете, могу сказать, что прошло 4 месяца с момента того периода, когда начался реально вот Маусовский крестовый поход на вершину пьедестала. 4 месяца. Это тот самый период, который совсем недавно озвучивал. Время, которое необходимо варгеймингу, чтобы собраться, собрать статистику данные и какое-то там решение принять. 4 месяца, я думаю, все, у кого раньше были Маусы, наигрались до изжоги. Наигрались в ранговые бои везде. Куда ни плюнь, везде там эти одни Маусы. В рандоме одни Маусы, тоже кругом куда ни плюнь. И от них, ну, уже, не знаю, все остальные стали немножко задыхаться, потому что ХПшек в командах много стало настолько, что ты иногда аж удивляешься. Куда 35 тысяч хп в команде. Такое бывает в ранговых боях иногда, когда там аж по 4 Мауса в одной команде. То есть, я думаю, что, ну, все, кто хотел уже, ну, наигрались, наверное, на этом Маусе, и не всю же жизнь на нем играть. Все течет, все изменяется, и совершенно очевидно, что ты вот смотришь на текущего ИС-7, слезы бегут. И на Мауса смотришь, и думаешь, боже, а это что, танк у нас 11 уровня? Ну, по факту, так ведь и получилось, но разве нет? Это реально самый имбовый сейчас танк из стежей. Что может быть лучше Мауса? Да ничего. И, наверное, наверное, все эти изменения, я не то чтобы одобряю, но я понимаю логику. То есть, я все-таки за то, что вот эти все небольшие коррекции вводятся. Чтобы хотя бы он не перестреливал любого другого просто в лоб ДПМом. Пусть он хоть в чем-то будет, ну, не такой прям сверх крутой. Но еще раз, красной нитью в этом всем рассуждении о моем прозвучало, что нерв, который озвучили разрабы, он, ну, не сильно большой. Радикально ничего не отменяют, не отбирают того, что надавали раньше. Чутка там где-то, сдачу буквально, чаевые отнимают. Ну, и да, в конце до кучи добавлю, что еще разрабы собрались немножко пересмотреть подвижность мышонка и ягдтигра в положительную сторону. Очевидно, мышонок, девятый танк в ветке Мауса, едет почему-то медленнее, чем Мауса и даже медленнее, чем восьмерка. Максимальная его скорость вроде бы 20, а он развивает только 13. Я за то, чтобы он свои 20 хотя бы набирал, наверное, это и сделают в конце концов. Ну, суммарно, в общем, мнение я свое озвучил. А теперь ваша очередь высказаться в комментариях, что вы думаете на этот счет. Надо ли нервить Мауса или пусть он им будет и дальше, потому что раньше страдал и все остальное. На сегодня все. Если было интересно, подписывайтесь обязательно на канал и поставьте этому видео лайк. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok